География 9 класс. Моря Тихого океана. Берингово, Охотское и Японское моря полузамкнутые, отделяющиеся от океана островными дугами и полуостровами, часто увенчанными вулканами. Рельеф их дна характеризуется крайней неоднородностью. Глубокие впадины, достигающие 3,5-4 тысяч метров, граничат с обширными мелководьями шельфа. Перемещение океанической литосферной плиты под континентальную привело к возникновению вдоль побережья ряда глубоководных впадин, самой крупной из которых является Курилло-Камчатский жёлоб с глубиной 7-9 тысяч метров. Курилло-Камчатский жёлоб. Вот он. Здесь даже выделено цветом. Цвет темнее, чем окружающие. Значит, здесь что? Правильно. Значит, здесь глубже. В зоне контакта морских и континентальных воздушных масс постоянно возникают мощные циклоны, вызывающие сильные ветры и штормы. Над этими морями нередко проносятся и тропические циклоны. Постоянные течения, движущиеся вдоль берегов с севера на юг против часовой стрелки, сильно охлаждают дальневосточные моря. Поэтому у большей части российских берегов зимой они замерзают. Однако низкие температуры воды способствуют насыщению её кислородом, что в сочетании с большим количеством органических веществ, приносимых многочисленными реками, создаёт благоприятные условия для развития органического мира. Эти моря отличаются высокой продуктивностью. Промысловое значение имеют лососевые рыбы, сельдь, сайра, камбала, минтай, треска и многие другие. Огромное Берингово море пристирается от берегов Евразии до берегов Аляски. Смотрим. Вот это Аляска, американский континент, а это Евразия, наша российская территория. На юге его естественной границы служат Алиутские США и Командорские острова. Вот это Алиутские острова отграничивают Берингово море от океана, а вот это Командорские острова. Северо-восточная часть моря мелководна. Смотрите, здесь свет светло-светло-голубой. Это говорит о том, что глубина здесь небольшая. Итак, северо-восточная часть моря мелководна и представляет собой участок обширного шельфа. Юго-западная часть, наоборот, занята глубокой котловиной. Вот она, юго-западная часть. Судя по цвету, она гораздо глубже, чем северо-восточная. Этот район моря тектонически активен. Здесь часто случаются землетрясения и цунами. Берега Берингово моря гористы, с обширными бухтами и заливами, крупнейший из которых – Анадырский. В него впадает река Анадырь. Вот он, крупнейший залив – Анадырский. А вот река Анадырь, которая в него впадает. В климатическом отношении море суровое, холодное. Лишь в июле и августе не падает снег. Лед толщиной до двух метров покрывает зимой до 80% площади моря. Однако из-за большой подвижности вод сплошной ледяной покров не образуется. Южная часть моря всегда свободна ото льда. В Берингом море обитает более 300 видов рыб. Промысловое значение имеет камбала, сельдь, треска, а также камчатские крабы и креветки. В море кормятся лососевые рыбы, горбуши, кита, чавыча, нерка, кижуч и голец. Однако на нерест они заходят далеко вверх по рекам. На островах и коренных берегах множество птичьих базаров. Обитают также тюлени, сивучи и каланы. На фотографии вы видите это сивучи – морские львы. А это каланы. Старое русское название Берингово море – Бобровое море. Морским бобром называли каланы российские промысловики и моряки с начала 18-го столетия. На Командорских островах расположены лежбище морских котиков. И каланы, и морские котики – пушные морские звери, обладающие ценным мехом. Из-за этого меха в прошлом они были почти полностью истреблены. Сейчас они находятся под охраной государства. Охотское море получило свое название от реки Охота. В прошлом оно называлось Камчатским морем. Основной водообмен моря с океаном проходит через широкие проливы между Курильскими островами. Проливы Лаперуза и Невельского, соединяющие его с Японским морем, мелководны. Мелководны, простите. Так, сейчас я вам покажу, где находятся проливы Лаперуза и Невельского. Но вот этот пролив Лаперуза он виден, а пролив Невельского здесь не обозначен. Он находится вот здесь вот, между Сахалином и континентом. Вот этот вот пролив, который потом переходит в татарский пролив, называется пролив Невельского. Берега Охотского моря гористые. Местами в сушу впадают крупные заливы. Ну вот тут по карте видно, что они действительно гористые. В самом значительном из них, заливе Шелихова, в его постепенно сужающейся прибрежной части, Пенжинской губе, отмечаются самые высокие в России приливы. Вода здесь поднимается на 13 метров. Залив Шелихова, посмотрите, вот он в Охотском море. И Пенжинская губа, это вот залив Шелихова, и вот дальше вот это Пензинская губа. Пенжинская, простите, она тоже не обозначена здесь. В Охотское море впадает река Амур, которая приносит около 370 кубических километров пресной воды в год, что составляет 65% стока всех впадающих в море рек. Вот он Амур. Зимой более половины поверхности моря в течение 6-7 месяцев покрыто льдом. Охотское море отличается особенно высокой биопродуктивностью. Растительный мир представлен множеством разнообразных водорослей. Ценное животное – камчатский краб. Я вам его уже показывала. Из 800 видов рыб, входящих в это море, 30 имеют важное промысловое значение. Среди них сельдь, камбала, отриска и лососевые. В море также обитают тюлени, сивучи, котики. Летом приплывают киты. Дальше. Японское море. Японское море омывает берега России. Вот берега России. КНДР, Кореи и Японии. Котловина моря представляет собой глубокую впадину. В Японском море почти не развита шельфовая зона. На многих участках берега горы почти непосредственно обрываются в море. Взаимодействие холодных и теплых течений в Японском море создаёт благоприятные условия для обитания как холодноводных, так и тепловодных видов. Холодноводные, значит, это у нас лососевые, сельдь, минтай, треска, навага, камбала и окунь. А тепловодные – сардина, иваси, анчоус, скумбрия и тунец. Всего здесь обитает 600 видов рыб. Кроме рыбы в Японском море промышляют крабов, креветок, устриц, морских гребешков, кальмаров. Ведётся активный промысел морских водорослей, например, ламинарии, которая называется морской капустой. Выводы. Огромные полузамкнутые моря Тихого океана во многом определяют природу и хозяйственную жизнь восточных берегов России. Эти моря располагаются в полосе взаимодействия разнообразных тектонических плит, контрастных воздушных масс, тёплых и холодных течений. Поэтому природные процессы здесь протекают очень активно, а высокая сейсмичность и проявление современного вулканизма носят нередко катастрофический характер. При муссонном климате в зонах неконтакта морских и континентальных воздушных масс постоянно возникают мощные циклоны, вызывающие сильные ветры и штормы. Тихоокеанские морские пути позволяют связывать Дальний Восток с зарубежными странами и другими частями нашей страны. Моря Тихого океана являются важнейшим рыбопромысловым районом России.